История парфоровой чашки Это книжка старше меня и старше ваших мам И вот эта чашка тоже старше меня и старше ваших мам Уже нет даже той страны, где она сделана А чашка вот осталась А уж история парфора насчитывает несколько сотен лет И вот в этой книге рассказаны самые интересные истории Все началось давным-давно в Китае Там делали посуду из желтой и красной глины Она была прочная, удобная, но тяжелая И вот однажды один гончар нашел на горе Гаолин белую глину И подумал, а нельзя ли из этой белой глины сделать маленькие чашечки Он стал пробовать и у него ничего не получалось В конце концов он умер так ничего и не добившись Потом прошло много лет и уже другой гончар стал повторять его опыты И добавил туда растолченный камень, который назывался Петунзер У него почти получилось Но когда дошло дело до обжига Шарик получался, а чашечки нет Гончар усердился и закопал кусок белой глины в себя в саду Чтобы ничто не напоминало ему о его неудаче Ну а потом вновь этого гончара сажал в саду дерево И наткнулся на вот этот кусок белой глины Он сразу понял, что это и есть тот самый Каолин И попробовал сделать из него чашечку И на этот раз все получилось, потому что глина, полежав на земле долгое время Приобрела именно те свойства, которые понадобились для изготовления фарфора Китайцы охраняли секрет фарфора очень-очень строго За разглашение китайского секрета полагалась смертная пайска И многие европейцы пытались узнать этот секрет Что же такое Каолин, что такое камень Петунзер Но у них ничего не получалось Даже знаменитый путешественник Марко Поло, который жил в Китае 15 лет Даже он не сумел узнать китайский секрет Но в конце концов в Европе тоже стали проводить опыты И в России тоже стали проводить опыты Тогда же появился русский фарфор Вот на этой чашке написан год 1744 В этом году появилась мануфактура, где планировали делать русский фарфор Но сам русский фарфор появился только четыре года спустя И связано это с именем мастера винограда Это был очень талантливый молодой человек Он учился вместе с Михаилом Ломоносовым И стал известным горным мастером Ему предложили разглядать себе этот фарфор Он очень увлекся этим Стал проводить разные опыты И когда у него получилось Вместо награды его наоборот криковали цепью Потому что все боялись, что он разболтает этот секрет И все начнут тоже делать фарфор А фарфор был делом пиратовского двора И в конце концов ему удалось написать книгу Он не стал держать секрет фарфора в такой тайне Он решил, пусть все мастера узнают, как делается фарфор И написал свою известную книгу Ну а потом через 200 лет случилось чудо Это был 1944 год, шла война Но Ленинградский фарфоровый завод Отмечал свое 200-летие И там была тогда художница, Анна Яцклевич Ей предложили придумать какой-то узор В честь вот этого торжества И она осмотрела сервиз, который когда-то Мастер Виноградов сделал для императрицы Елизаветы Петровны Там была похожая сеточка Но, может быть, эта сеточка напоминала ей и заклеенные окна в блокадном Ленинграде Сейчас уже трудно узнать, как она была на самом деле Но потом, когда уже и должница Анна Яцклевич не стала Ленинградский фарфоровый завод повез свою продукцию в Рюссель На Всемирную выставку И вдруг вот эти вот чашки с кобальтовой красивой сеточкой Заняли первый приз Хотя, в общем-то, этого никто не ожидал Совсем другие вещи готовились для основной выставки Но с тех пор вот эта знаменитая кобальтовая сеточка стала как будто визитной карточкой Ломоносовского Ленинградского фарфорового завода Сейчас он называется императорский фарфоровый завод Если вы видите где-нибудь вот эту кобальтовую сеточку Как вспомните, и художница Анна Яцклевич, и мастера Виноградова И вот эту замечательную книжку Ну а сейчас давайте будем пить чай Вот у меня здесь есть куколка Берта Она тоже очень любит чай У нее даже есть кружка, привезенная из Баварии Вот эта чашечка из ГДР Вот эта чашечка из Японии Эта чашечка из Греции Ну а вот это наша с вами соотечественница Виноградский Ломоносовский Или сейчас это называется императорский фарфоровый завод Наливаем чай У меня будет для вас задание Посмотрите, какие чашки стоят у вас на столе Из какой чашки пьет мама Из какой чашки пьет папа И какая ваша любимая чашка Сфотографируйте вашу любимую чашку И пришлите нам До новых встреч!